Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в этих уютных стенах отеля Бристоль на встрече своей авторской программы «Достояние Одессы», куда я приглашаю людей, которые являются, по моему мнению, настоящим достоянием Одессы. Людей и их дело, которое они представляют. Сегодня в гостях у меня удивительный человек. Мы будем говорить о том деле, которым он занимается, в учебном заведении, одном из старейших не только в Украине, но, наверное, и на всем постсоветском пространстве. Через два года это учебное заведение будет отмечать 200-летие. Сегодня в гостях у меня находится Решильевский лицей Одесской областной рады. И его лицо, его директор Калибошин Валерий Яковлевич. Решильевский лицей Одесской областной рады. Директор Валерий Калибошин. Заслуженный учитель Украины. Кандидат физико-математических наук. Это уникальное учебное заведение Одессы ведет свою историю с далекого 1817 года, когда было принято решение о создании престижного лицея закрытого типа, названного в честь генерал-губернатора края, герцога Армана Эммануэля Депресси Ишилье. В 1865 году Решильевский лицей был преобразован в университет, ныне Одесский национальный университет имени Мечникова, который в мае этого года отметил свой 150-летний юбилей. Новая история лицея началась в 1989 году, когда он был восстановлен на базе школы номер 36 при Одесском государственном, ныне национальном университете. В 1991 ему вернули прежнее название – Решильевский лицей. За довольно короткий период времени Решильевскому лицею удалось возродить и свою былую славу. В первую очередь это связано с демократическими формами руководства учебным процессом, формированием и подбором педагогического коллектива. Педагоги лицея имеют возможность реализовать свои экспериментальные наработки, испытать новые методики и формы работы с одаренной молодежью. Сегодня Решильевский лицей является консультативным методическим центром не только Юга Украины. Перенять опыт работы приезжают из многих уголков мира. Обучаются в Решильевском лицее дети не только из Одессы, но и из разных районов и городов области. А с введением дистанционного обучения лицей дает возможность получать образование всем талантливым ребятам, жаждущим новых знаний. Ученики лицея, начиная с 1992 года, неоднократно представляли Украину на международных турнирах юных физиков, завоевали призовые места на самых престижных международных ученических олимпиадах Греции, Южной Кореи, Мексики, Испании. Художественные коллективы Решильевского лицея неоднократно становились лауреатами творческих конкурсов «Таланты твои Украина», «Золотая нота», «Созвездие Одессы». Руководит коллективом талантливых педагогов заслуженный учитель Украины Валерий Яковлевич Калебушин. Большую роль в жизни лицея играет попечительский совет правительского комитета во главе с Натальей Элис. Творческий поиск и самодача педагогического коллектива Решильевского лицея высоко оценены не только успехами учеников, не государственными наградами. В 2001 году Решильевский лицей стал лауреатом почетной награды Святая София за вклад в возрождение духовности, национальной науки и культуры. Первая часть моей программы как раз посвящена истокам. В прошлом году вы отмечали 25-летие обновленного лицея. И когда в Литературном музее Игоря Николаевича Коваля, ректора университета, спросили, кто старше, он сказал, несомненно, лицей старше. Расскажите, пожалуйста, что такое Решильевский лицей, его история, его истокия. Решильевский лицей был создан на юге Украины как учебный центр, подразумевающий университетское образование. Я в том, что учебных заведений в Одессе на то время было, но специалистов, которые могли бы готовить на то время необходимые для хозяйства, для управления городом, на то время фактически не было. И одна из задумок была создать именно такое учебное заведение с тем, чтобы готовили специалистов, прежде всего, в управление. И идея эта была еще у герцога Дерешилье. Но, к сожалению, он покинул страну раньше. Ему предложили работу во Франции, он сам француз. Премьер-министром, кстати. Да, премьер-министром. И уже после того, как он уехал в 1817 году, были открыты двери для молодежи, с тем, чтобы они продолжили обучение, потому что лицей набирал, так же, как и мы сегодня, не, условно говоря, не с первого класса, а уже подготовленных детей. Да. Причем в последующем развитии лицея было таково, что при лицее, а лицей находился тогда, памятная доска находится, одна из, один из кварталов на Дерибасовскую, второй на Екатеринскую, а третий на Лонжероновской, Дерибасовская, 16. Вот там находился Решилевский лицей. А памятная доска? Там есть памятная доска, там есть памятная доска и Дмитрия Ивановича Менделеева, который работал в Решилевском лицее. Там есть и памятная доска Адама Мицкевича, который тоже удостоил. Какие имена? Да. И более того, в Решилевском лицее обучался Георгий Морозли, Григорий Морозли. Один из самых успешных мэров Одессы. Да. Вот, поэтому, ну, судьба и самого лицея, в общем-то, довольно-таки интересно. Каждые несколько лет происходили какие-то новшества, какие-то преобразования. В лицее в основном рассчитан был на обеспеченных, но впоследствии были организованы стипендии, и в нем обучались дети, как в свое время говорили, которые проявили склонность к изучению точных наук. В лицее существовало два отделения, условно говоря, физико-математическое, и впоследствии было создано юридическое отделение. И вот, начиная с 30-х годов, 1830-го года и далее, и в уставе было прописано, все больше и больше предметов насыщались вот этим университетским наполнением. И курсы, и дисциплины, и преподавали профессора на то время, то есть понятия учитель не было, были помощники профессора, ассистенты. Достаточно известен список, их очень велик. И что интересно, что лицей на то время, когда его создали, во-первых, свою библиотеку подарил Ришелье, и, если мне память не изменяет, 10 тысяч серебряных он подарил для того, чтобы лицей существовал. Когда он узнал, что открыто, он вот такой сделал подарок лицею. Лицей уникален еще и тем, что помимо больших и известных имен, которые и посещали, и учились, и учили, он фактически заложил основу нынешнему университету. Ботанический сад был заложен тогда. Это такой системный подход. Астрономическая обсерватория была заложена тогда. Причем библиотека, которая на сегодняшний день университетская библиотека, уникальными книгами, библиотечный фонд пополнил граф Воронцов. То есть при лицее был попечительский совет из знаменитых, знатных особ, которые заботились о его процветании. Возникло необходимость создания полноценного университета. Это вот в 1865 году как раз это и было. В 1863 году, в 1865 году открыли. Валерий Яковлевич, я понимаю, что обновленный Ришелевский лицей, который возник, ну вот уже в этом году 26-летие. Почему он возник? Кто стоял у истока возникновения обновленного Ришелевского лицея? И мне очень интересно, чтобы вы вспомнили немножко вот именно эту традицию, которая была возобновлена 26 лет назад. Ну, в конце 80-х годов, когда наступила оттепель и свобода мысли была не только в культуре, но и в образовании, накопился некий такой потенциал у творческих и инициативных людей, которым вот тех существующих физико-математических школ уже было мало, и был поиск нового, но всякое новое, это хорошо забытое старое. И вот всплыли такие названия, как гимназия, лицей. И стечение обстоятельств привело к тому, что объединило интересных людей на то время, если известный такой был профессор Игорь Петрович Зелинский. Конечно. Был ректором. Ректором университета. Никуда там, Верховного Совета СССР. Незурядный человек, я была знакома с ним. Вот. На то время работал тогда еще в районном отделе образования Анатолий Иванович Барахаев, который потом был вице-мэром нашего города, декан механика математического факультета и уникальный человек, который согласился работать с мужчинами и фактически был двигателем, всего локомотивом. Это Ольга Николаевна Палладий, директор 36-й школы, а впоследствии директор Решилевского лицея. Вот они стояли у истоков обновленного лица. Они, да, они писали уставы, писали документы, писали учебные планы, утверждали их в Киеве, в Москве. Вот эти поездки. И вот помощь Игоря Петровича, конечно, неоценима в том, что его статус позволил заходить в кабинеты и убеждать. И решать вопросы, убеждать. И более того, на то время Решилевский лицей вообще таковой как лицей в Союзе был первым. Вообще в первой? Да. Потом начали подвигать цифры о том, что вот все-таки в Москве как бы, потом в Киеве. Но на самом деле по всем документам проходит, что Решилевский лицей был первым. Но то, каким он состоялся и каким он стал на сегодня, это все-таки, я считаю, уникальности и вот такой филигранной работе с людьми и с кадрами это первого директора Ольги Николаевны Палладий. Так подобрать умело и расставить акценты в этом учебном процессе, найти людей, которые, как говорят, не щадя живота своего, готовы отдаваться своей профессии, это смогла только она. И, в общем-то, именно благодаря ей лицей есть таким, каким он есть на сегодняшний день. Наша задача на сегодняшний день сохранить вот этот кристалл с той огранкой, которую она сделала. Я надеюсь, что Ольга Николаевна будет смотреть нашу программу. И вот очень приятно слышать о том, что ее помнят, любят, и вклад ее просто удивительный. Все-все-все продолжают эти традиции. Я знаю, что вот этот новосозданный лицей продолжил традиции того самого старинного лицея по своему подходу к образовательной системе. Расскажите, что же это за подход такой, то, чем вы занимаетесь? Образование и вообще обучение это насилие. Насилие над душами. Все-таки насилие. Ну, понимаете, хочется пойти ребенку куда-то на улицу, его заставляют сидеть за партой. Подбегает мяч погонять. Да, а его заставляют сидеть за партой. Это в какой-то степени насилие. Ну, в общем-то, да. Тогда не было, значит, футбола в таком виде, как он и сейчас есть, популярно, но были своего рода свои увлечения. Или же тогда нужно было обязательно ходить в мундирах лицеистом со шпагой. Это, конечно, была честь. Это уже статус университетского. Это студенты университета. А они еще не были тогда студентами, но ходить в мундире по городу, когда показывали пальцем. Это тоже. Но общий процесс обучения – это вмешательство в некий такой внутренний мир. Но очень строгие были правила и очень высокие требования. были. Судьба прошлого лицея пережила очень многое, но последнее вот это становление тем, как он перешел и стал Одесским, Новороссийским университетом, это требование тех учителей, профессоров, то есть профессоров высокого класса. Сравниваясь с сегодняшним лицеем, с его педагогическим составом, он достаточно известный в нем работает. Тоже профессора, доценты? У нас работают и профессора, и доценты. Я, например, доцент, мой заместитель Игорь Михайлович тоже доцент. У нас семь, если мне память не изменяет, заслуженных учителей и представников освиты Украины. Не говоря о остальных наградах, 18 учителей, которые имеют звание отличника образования Украины и так далее. То есть учитель – это центр вот этой системы, вокруг которой выкрутится все? Совершенно верно. Без учителя, какие бы ни были новые технические технологии, технологии, во главе всего остается учитель и его контакт с учеником. Вот если нет этого контакта с учеником, если учитель не готов ответить на вопрос учителя, он просто ученика, он тут же, ну, не тут же, он через какое-то время уходит. Самый каверзный, надо быть готовым ко всему. Нужно быть готовым, нужно все время быть. Там уже у вас вундеркинды все. Ну вот представьте, 36 вундеркиндов, и каждый хочет задать, и учителю нужно будет готовым. Таких, например, седьмые классы у нас три, у нас математика, информатика, химия, физика, математика и химико-биологические направления. Вот, и учитель работает как в химическом классе, так и в математическом классе, нужно быть готовым ответить и там, и там. Вот, причем, ну, раньше как-то дети пытались проверить учителя, сейчас они уже поняли, что бесполезно. Бесполезно. Вот, но при этом, когда создавался лицей, ну, вот Ольга Николаевна меня пригласила. А вот это работали в науке? Да, я работал в университете, в научной лаборатории, но так или иначе, был связан с работой с детьми, занимаясь дельтапланиризмом, я на станции юных техников работал с непростыми детьми. То есть методика преподавания и работа с детьми была вам известна? Методика была совершенно иная. Уникальная. Вот, я в том смысле, что те дети, которые приходили, ну, я не хочу сказать, что это дети улицы, но это сложные были дети. Конечно, это было улич. Их, ну, и тянуло, как говорится, в небо летать. Ну, дальше была малая академия. И так или иначе, знали о том, что я связан с детьми. Поэтому вас пригласили? Да, меня пригласили. Я вначале, ну, сказал, временно поработаю, но я еще раз говорю, вот уникальность Юлия Николаевна, она создавала такую атмосферу, что ты даже не замечал, как ты оказывался там. Плененным. Да, поэтому мне было вначале тяжело, так как работаю в науке и занимаюсь теми или иными вопросами. Сразу работать с детьми такого возраста системно, если на полеты мы выезжали там раз в неделю, то здесь нужно было каждый день входить в класс. И фактически многие, было вот это содружество учитель и ученик, мы друг друга учили. Мы учились общение с детьми, в частности я. Дети учили меня, будем говорить, честно говоря, не бояться их. Надо было к этому тоже пневмоничить. Я был не готов, те учителя, которые остались от 36-й школы, им было проще, но многие пришли с других школ, и дети необычно, если в обычном школе один, два, три успевающих детей, учеников, то там, особенно первые годы, желающих было очень много, и нелегко приходилось и им, и нам привыкать к новым условиям, к новым формам. Многие вещи мы привнесли из университета, такие, такое понятие, как семестр, семестровые зачеты, семинары и так далее, то, что не было так распространено в обычной школе. То есть, как бы, систему образования школьным мы каким-то образом волей-неволей подстраивали под университет. Трансформировали. В лицее работали в то время и сотрудники университета. Валерий Яковлевич, Вы стали директором, Вы продолжили традиции, те, которые были заложены. До Вас. Скажите, пожалуйста, что сегодня для Вас лицей? Я знаю, что все, что новое можно перенести в работу лицея, Вы привносите, создав очень мощный, сильный творческий коллектив. И, поскольку я давно знаю и самым мать лином образом наблюдаю за Ришелевским лицеем, мне бы хотелось рассказать о сегодняшнем дне, чтобы Вы рассказали о сегодняшнем дне лицея. Чем он отличителен? Сегодняшний день, ну и вообще лицей, это дети сами называют это наш второй дом. Мы на сегодняшний день детей знаем лучше, их педы, их переживания, особенно в старших классах, чем их родители. Они живут, они живут в лицее, они приходят, учитывая то, что далеко находится, кто остается на кружок, кто на хореографию, кто занимается вокалом, кто занимается подготовкой к олимпиаде, к кружку. И когда прозвенел звонок, жизнь не заканчивается. Только начинается другая, уже. Начинается, продолжается общение с учителями, общение с теми выпускниками, которые закончили и продолжают помогать лицею вести эти кружки. Я знаю, что у вас есть фонд выпускников. Вот о фонде это было, вообще-то, полной неожиданностью, что выпускники помнят о лицее, помнят его традиции. И не то, что неравнодушны оказались, а все-таки то, что в них вкладывалось, оно вернулось. Вот эта благодарность самая, наверное, большая. Они проявили инициативу, собрались все выпускники, там сегодня можно это сделать легко, в социальных сетях обсудили о том, что лицеи... Даже в Раду в Казмиле находясь. В разных уголках, в Австралии, в Канаде, в Англии, в Азии, где угодно. И в поддержку талантливых детей. Они выделяют им стипендию. Они помогли поездке на турнир юных физиков. Они помогли в проведении летней физико-математической школы. То есть помощь колоссальная. Сейчас они готовятся к тому, чтобы развить ту идею, которую мы проводили в летней физико-математической школе в этом году. для десятых и одиннадцатых классов лекции читали выпускники прошлых лет. Те, которые достигли в науке тех или иных успехов. Интерес у детей потрясающий. И это вклад... Ведь можно помогать не только деньгами, а вот интеллектом. Конечно. И, наверное, это больше всего... Вот самое важное вот это духовное составляющее, что ученики не остались равнодушными. Это очень здорово. И я вот дополню... Сейчас еще хочу сказать, что у нас с одним из учителей... Одному учителю стало... Ну, он попал в больницу. Тяжело заболел. Сами выпускники проявили инициативу... Помочь им. Со всего мира собрали достаточную сумму для того, чтобы помочь. И продолжают еще собирать. Это просто замечательно. То есть у них на сайте размещены те или иные проекты, на которые перечисляют эти дети. Ну, бывшие выпускники. А здесь отдельно. И причем настолько быстро, за три дня они набрали... Но вы дали им багаж, который помог им состояться в разных уголках мира. Это все благодаря тому, что вы дали им основы образования. Эти люди ценят, что такое образование. Скажите, я знаю, что у вас есть еще удивительная программа дистанционного образования. Несколько слов об этом, потому что я знаю, что здесь вы первопроходцы тоже и делаете чудесные, удивительные уроки, которые становятся достоянием ребенка в разных уголках нашей области. И не только. Ну, этим проектом, этой идеей мы начали заниматься, пробовать, экспериментировать давно. Но вот последние годы оно переходит уже несколько в такое практическое русло. И сейчас готовятся документы о том, что Решилевский лицей будет экспериментальным учебным заведением всеукраинского уровня, потому что есть еще и регионального, областного. И будем говорить уже и с областным советом, потому что в этом проекте предусмотрено создание отдельного структурного подразделения освободить центр дистанционного навчения. С тем, чтобы дети Одесской области могли, находясь в разных уголках Одессы, не только Одесской области, подключиться к обучению с теми преподавателями, которые есть у нас на сегодняшний день. Но это, если коротко, о том, что уже второй год у нас идет онлайн-лекции по физике читает заслуженный учитель Украины Павел Андреевич Виктор, кандидат физмат-наук, тоже доцент. То есть те числа, о которых я говорил, сколько у нас таких одаренных вычет. Это удивительно интересно. И дети смотрят, смотрят со всего мира, подписчиков уже больше тысячи, и продолжается подписка на эти уроки. Причем смотрят из Украины, из России, из Казахстана, из Германии. Недавно подписались представители из Канады. То есть потихоньку, потихоньку таким образом популярность благодаря этим лекциям и направление дистанционного образования растет. Каким оно должно быть? Для этого и существует проект под названием Освитный центр дистанционного навчания Одессины. Лерика, я знаю, что результат вашего плодотворного труда, вашего коллектива Ришелевского лицея являются многочисленные победители олимпиад международных самого высокого уровня. И те ваши ученики, которые стопроцентно поступают в высшие учебные заведения не только Украины, но и по всему миру, выигрывая гранты, я знаю это абсолютно точно, это убеждает меня в том, что мне так радостно было наконец-таки встретиться с вами. Я знаю, что я давно добивалась этой встречи, честно вам скажу, мне хотелось поговорить о Ришелевском лице, потому что я встречалась с вашими учениками, которые стали победителями олимпиад, это Миша Рашковецкий, который был гостем моей программы, и я знаю, что все, что вы делаете, это все прославляет Одессу, это все дает нам, потому что будущее нашего города, нашей страны может связано только с образованием, чем более образованными будут наши люди, молодые, тем больше надежды на то, что мы прорвемся в новую цивилизованную жизнь и будем жить в новом технологическом удивительном мире высоких технологий, который при этом сохраняет всю удивительную духовность отношений, и все, что вы делаете, подтверждает это, и вот символ моей передачи, эти замечательные атланты, я думаю, что вот Ешелевский лицей стоит у самого основания, потому что образование это фундамент всего развития общества, я думаю, что здесь нет никаких сомнений, я хочу сказать, что в связи с этим я считаю, что Ешелевский лицей Одесский областной рад является настоящим достоянием Одессы, и вы как директор этого замечательного учебного заведения, я хочу, чтобы вы приняли от моей программы авторской скромное подтверждение этому, я думаю, что это просто конпортация факта о том, что образование традиционно сильное в Украине, оно продолжает жить, и вы его будете. Будет крепким, надежным образованием, будет и сильным государством. Я абсолютно с вами согласна. Сегодня в гостях у меня был Валерий Акович Калибошин, директор Ешелевского лицея, он правильно сказал, будет сильное образование у нас, будет сильное общество, и удивительный коллектив этого учебного заведения делает все, чтобы наша страна процветала и развивалась. Я желаю успеха Ешелевскому лицею. До новых встреч, дорогие друзья. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова